В Гомеле первые самые торжественные победные аккорды шествия Беларусь помнит, которое началось с площади восстания. Люди пришли на него с портретами своих замечательных предков, ветеранов кровопролитной войны, которую мы никогда не забудем. Миллионам белорусских семей победа в ней досталась невероятно дорогой ценой. Отец очень переживал войну, он горел, поэтому старался быть лаконичным. Страшная война была. Единственное у него выражение. Очень много друзей потерял своих, поэтому командир экипажа, командировщика Ил-4. Парад в Гомеле объединил 25 тысяч человек. Ветеранов, представителей власти, трудовых коллективов, общественных объединений, спортсменов и творческую молодежь. С тротуаров участников колонны приветствовали горожане. Во время митинга на мемориале «Вечный огонь» речь об областном центре Великой Отечественной. В начале войны части Красной Армии и ополченцы на протяжении почти 50 дней сдерживали врага на гомельском направлении. За это время они уничтожили более 80 тысяч гитлеровцев. Наша общая победа складывается из отдельных судеб людей, которые сражались на передовой и в партизанских отрядах, выживали в годы оккупации и восстанавливали страну. Тех, кто пережил войну, дожил до победы, до 74-й. Валентина Ковалева 9 мая отметила сразу два праздника – День Победы и свой 87-й день рождения. Первое событие, говорит сквозь слезы счастья гомельчанка, для нее намного важнее. Каждый год обязательно, каким бы ни было здоровье, присоединяется к празднику. На стенде, расположенном рядом с кинотеатром имени Калинина, фотографии ее мужа и родных, прошедших войну. Женщина и сама ее хорошо помнит. Все дороги войны, бомбежки, все было мною испытано. И поэтому самый главный на сегодняшний день праздник, всем праздникам праздник – это День Победы. Рядом с кинотеатром традиционное угощение солдатской каши и выставка военной ретротехники. Фотографии рядом с раритетными машинами делают сотни людей. Особое внимание – танку. Он в коллекции военно-исторического клубного объединения «Часть мундира» появился только в этом году. Нам очень приятно, что с каждым годом люди более живо реагируют, потому что техника все эти 8 лет старая, ремонтируется от парада до парада, а в параде она сегодня проявилась очень хорошо. Вся техника проехала, и для нас это на самом деле радость, как коллекционеров ретротехники в первую очередь. Главное, что объединило гомельчан и гостей города во время празднования Дня Великой Победы – благодарность нашим предкам за мирную жизнь, за то, что сведения о войне находятся только в истории и воспоминаниях ветеранов, за то, что ужасы войны – это далекое прошлое, которое не должно повториться вновь. Штурмал Берлин, дошел до Эльбы, там с американцами черковались и встречали, понимаешь, День Победы. Ну вот, никто не думал, что надо же дожить до этих пор, до этой поры. Как хорошо сейчас, представляете, сколько было сегодня народу. Следующая площадка, откуда звучит патриотическая музыка, неподалеку, на улице Ланге. Здесь прошло торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов Гомеля. Кто лечил и учил жить дальше, а тех, кто в космос нам путь указал, А вас нам расскажут в миру молчание, в полях, под ветрами травы дыхание. Вы снова рядом и даже года бессильны сражаться с вами, герои мои. В 20 километрах от Гомеля, в Добруше, к Дню Победы приурочили шествие и митинг. Здесь же прошел и автопробег «Дорога памяти». В нем приняли участие десятки автомобилей. Колонна проехала по улицам города, посетила памятные места района. Начались празднования Дня Победы, как и во всех райцентрах области, с акции «Беларусь помнит». Горожане прошли колонны через центры Добруша с портретами своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Память о подвиге живет. На фотографии мой отец, старший сержант Градоненко Виктор Григорьевич. Во время войны он был авиационным механиком и прошел боевой путь в составе 947-го авиационного полка. Победа – это очень яркий, важный праздник, благодаря которому мы остались, так сказать, под мирным небом живем, растим детей. Это очень великий праздник. Мы, конечно, благодарны всем ветеранам, которые обеспечили нам такую мирную жизнь, достойную жизнь, мирное небо. Прекрасная традиция Дня Победы – открытие новых памятников. В сквере возле Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухова установили самолет Су-24. Этот фронтовой бомбардировщик был сконструирован в бюро, которое возглавлял наш знаменитый земляк. Дважды герой социалистического труда, лауреат сталинской, ленинской государственной премии гомельчанин Павел Сухой посвятил жизнь, чтобы самолеты летали только в мирном небе. Самое ценное, что есть в любом населенном пункте – его люди. Гомельчанам есть, кем гордиться и с кого брать пример. Здесь много молодежи. Я хочу вам пожелать, берите пример Сухова. Он любил говорить, что мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самой большой высоты. Берите себе это за жизненное правило, и все у вас будет в жизни замечательно. В деревне Терюха в День Победы открыли мемориальный знак памяти Александра Вологина, героя Советского Союза, погибшего в боях под Гомелем. Всего на территории Гомельского района похоронено около 9 тысяч советских воинов и партизан. 545 из них нашли свой последний приют в деревне Терюха. Рядом с братской могилой похоронен Александр Вологин. Уроженец Самарской области принимал участие в форсировании СОЖа. Пулеметным огнем прикрывал наступление советских войск. За свою храбрость был награжден званием Героя Советского Союза. Решение об открытии мемориального знака приняли на сельском сходе. Жители его поддержали единогласно. Финансовую поддержку оказали местные предприниматели. В деревне Терюха Александр Вологин – настоящая легенда. Главная улица здесь носит его имя. Историк Вера Витикова в свое время провела огромную исследовательскую работу. Как выяснилось, о том, что Александру Вологину присвоено звание Героя Советского Союза, не знали ни родители, ни знакомые. Только в конце 50-х эта информация стала известна. В 59-м году, когда пришло распоряжение Совета Министров Белоруссии, нашей Белорусской Республики, все могилы, которые находятся на берегах рек, в лесах, в степях, вскрывать и останки переносить в братские могилы вдоль трассы. Для чего? Для того, чтобы каждый мог поклониться. Вскрывают могилу Александра Вологина. Находят его паспорт солдатский, гильзу. И в этой гильзе бумажечка. А это был 59-й год, учтите. И мужчины нашей деревни решили, ну что ж, бумажечка отправим в архив Министерства обороны, в Подольск. Отправили. А оттуда приходит бумага. Это не просто сержант Вологин. Это герой Советского Союза Александр Дмитриевич Вологин. После таких праздников в сердце укрепляется мысль о том, какой огромной внутренней силой обладает наш народ. Мы все разные, но объединены одной для всех целью – жить в мирной своей стране. И мы помним. Марина Джала, Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Максим Савин. Новости недели.